Друзья, всем привет! С вами снова Ольга Романова, нутрициолог, коуч по снижению веса и коррекции гормональных проблем, кулинар с огромным стажем и основатель академии фуд коучинга. Сегодня продолжим тему, зачем самим готовить в Таиланде и поговорим о смузи. Казалось бы, зачем готовить смузи, они здесь продаются на каждом шагу, самые разнообразные фруктовые шейки. Конечно, продаются, сложно их не заметить, но мы предпочитаем готовить их самостоятельно и рассказываю почему. Первое, в эти шейки, которые продаются на каждом углу, по какой-то непонятной причине добавляют обязательно сироп и сахар, короче, подсластитель или сгущенку какую-нибудь. Мне непонятно, зачем это делать, потому что тот же манго и без того очень сладкий, для чего лишать его пользы, но, наверное, людям хочется чего-то прям максимально сладкого, мне не хочется. Второй момент, в свои смузи я добавляю либо какие-то суперфуды, какие-то специи, то есть всякие полезные штучки, либо я добавляю овощи и зелень, потому что чисто фруктовые смузи, они не такие уж и полезные. И, наконец, третий момент, конечно же, готовить самостоятельно это намного дешевле. Еще, кстати, я обычно готовлю смузи с запасом и то, что мы не выпили на завтрак, я разливаю по формочкам, отправляю в морозилку и потом, когда мы куда-то торопимся приготовить полезный здоровый смузи очень-очень быстро, буквально дело нескольких минут. Это пример функциональной кулинарии и именно такой функциональной кулинарии я обучаю на своем курсе основа фуд коучинга. Ссылка на сайт будет в описании к этому видео. После этого курса вы по-другому посмотрите на готовку и на здоровую еду в принципе. Это я вам гарантирую. А мы возвращаемся к нашим смузи. И первым нашим смузи будет оранжевый смузи из манго с куркумой. Я добавляю сюда свежий корень куркумы, но вы, конечно же, можете заменить его на порошок. Только порошок хорошего качества, ярко-ярко-оранжевый. И куркума, как мы знаем, обладает мощными противовоспалительными свойствами, поэтому мы добавим, чтобы усилить эти свойства, немножко черного перца. Ну и все, начинаем готовить. Для нашего противовоспалительного смузи нам, конечно же, понадобится манго. Еще я беру маракуйю. Ее можно заменить соком лайма или лимона для легкой кислинки. Растительное молоко, в этот раз у меня было миндальное. И, как я уже сказала, можно взять свежую куркуму, можно взять хороший качественный порошок. Если мы берем свежую куркуму, мы, конечно же, ее сначала чистим. И я настоятельно рекомендую делать вам это в перчатках, иначе ваши руки станут ярко-оранжевыми. Красит она все, что попадется у нее на пути. Перекладываем нашу куркуму в чашу блендера, дальше чистим и режем манго. Я всегда очищаю шкурку. Мне не нравится тот понтовый способ, который гуляет на просторах интернета, когда ты прямо в шкурке режешь его кубиками, потом выворачиваешь черепашкой. Неудобно. Я очищаю шкурку, потом делаю продольные надрезы, поперечные, под легким углом. И вот так вот очищаю мякоть с косточки. Дальше переворачиваем и все то же самое проделываем с обратной стороны. Быстро, просто, удобно. Подсмотрела у тайцев. Складываем манго в чашу блендера. Дальше берем маракуйю. Как я уже сказала, можно заменить соком лайма или лимона, но маракуйя, она конечно очень-очень полезна и очень добавляет интересный привкус нашему смузи. Немножко перца для того, чтобы усилить действие куркумина, растительное молоко. Ну и все. Пробиваем все блендером до однородности. Получившуюся массу разливаем по стаканчикам и подаем к столу. Ваше здоровье, друзья! Это очень красиво и очень вкусно! Наш следующий смузи будет зеленый. Назовем его модно детокс смузи. Он очень богат пищевыми волокнами, которые помогают выводить излишки токсинов, холестерина, сахара, который в крови у нас циркулирует и отлично налаживает пищеварение. Кроме того, я добавляю в этот смузи маринго. Маринго это очень крутой суперфуд. О ней можно вообще в принципе говорить очень долго, поэтому я не буду на ней отдельно останавливаться, но очень рекомендую добавить ее к вашему рациону. И, конечно же, наш смузи очень вкусный и, как и предыдущий, отлично переживает заморозку. Для нашего зеленого смузи нам понадобится авокадо. Режем его на две части. Собственно, половинка нам и нужна. И дальше аккуратненько счищаем шкурку со спелого авокадо. Она будет сниматься вот так легко и просто. Дальше авокадо мы почистили, режем огурчики. У меня они маленькие, поэтому я взяла три штучки. Кладем их в чашу блендера вместе с авокадо. И нам понадобятся бананы. Бананы, друзья, я рекомендую брать замороженные. Замороженные бананы придают чудесную текстуру любому смузи. Режем их. Режутся они, кстати, очень просто. И также отправляем в чашу блендера. И зелень. Зеленый салат любой. Чем больше, тем лучше. Смузи это уникальная возможность. Как можно больше зелени вместить в один стакан. Дальше добавляем марингу, о которой я вам уже говорила. И растительное молоко. Кстати, марингу можно заменить чаем мачо. И пробиваем все блендером до однородного состояния. Получаем вот такой симпатичный зеленый смузи. Раскладываем наши кремовые красивые вкусные смузи по стаканчикам. Себе я добавила какао-крупку. Муж отказался. Но оба варианта, и с крупкой, и без нее, очень вкусные, очень полезные. Рекомендую. Вот такие замечательные смузи мы с вами сегодня приготовили. Вкусные, полезные, еще и удобные благодаря заморозке. И, друзья, напомню вам принципы, которые делают смузи более здоровыми. Во-первых, помимо фруктов и ягод добавляем туда зелень и овощи. Во-вторых, стараемся добавлять какие-то специи суперфуды, чтобы усилить полезность наших смузи. В-третьих, ни в коем случае не добавляем туда подсластители. Не надо их делать слишком сладкими. И, друзья, не забываем, что смузи это нелегкий напиток. Это полноценная еда. Поэтому смузи вполне может заменить прием пищи, но это не то, чем можно запить обильный обед или ужин. А у меня на сегодня все. Не забывайте подписываться на мой канал. Впереди еще очень много интересного. Всем пока, до новых встреч!